Кубок ДОСАВ по дрэк-рейсингу на аэродроме Панфилова пройдет уже восьмой раз. В гости к алтайским гонщикам приедут спортсмены из Красноярска, Томска, Омска, Новосибирска и Казахстана. Зрители увидят основную категорию гонок в разделе дрэк-рейсинг. Здесь главная задача гонщиков проехать дистанцию быстрее своего соперника. Все решат секунды. И вторая категория нововведения от организаторов. Соревнования для гражданских машин. Мощность которых не больше 300 лошадиных сил. Причем принять участие здесь может любой желающий. По программе все традиционно. Суббота, тренировки и квалификация, воскресенье, финал. Во-первых, они видят те машины, которые они в повседневной жизни видят, в принципе не могут. Потому что это машины подготовленные, они подготовлены только для соревнований. То есть, кроме как на спортивной площадке, они больше нигде не смогут увидеть их выступления. Ну и как бы очень красивые, быстрые городские машины. Вот из Кубка 300+. Ну, это будет здорово. Здорово будет и на стадионе Коммунальщик. Завтра в рамках чемпионата России по хоккею на траве. Одноименная команда под руководством главного тренера Владимира Кобзева встретится с командой из Санкт-Петербурга. К слову, наши гости ни разу не выигрывали в этом сезоне. Все четыре игры – поражение. У наших девушек по турнирной таблице дела обстоят немного лучше. Мы на шестой строчке. Пять поражений и одна победа. Но настигла Коммунальщик череда травм и болезней. Больных много. Вот сегодня я с Кутель только первую тренировку вышла. Обе Ивановы пока болеют. Вся молодежь болеет. У нас Лавочка. Ну, в общем, а так настрой-то играть. Начало матча и в субботу, и в воскресенье в 13.00 на стадионе Коммунальщик. Вход свободный. Приглашаем всех любителей хоккея на траве поддержать наших девчонок. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.